здравствуйте дамы и господа любители ножей зрители нашего канала сегодня мы приехали в лес для того чтобы зарубить немного веников березовых и щавеля набрать пирог так пользуюсь случаем сейчас немного рассказать о нашей продукции о наших новых моделях во-первых сразу представлю нож такая вот новинка подарочная форма произвольная но очень похожа на якутский северный нож конический для забой оленей ну на самом деле это такой ножичек который для рыбалки пойдет там басу порезать рыб потрошить им удобно за счет того что носки в принципе обдирать им конечно двери неудобно но по суставам разбираетесь там взяли мясо там на шашлык то есть разобрать по суставам достаточно удобно вот такая вот модель нож называется перо такой вот подарочный сейчас мы запустили серию ножей это d2 но не просто d2 а термоциклированные d2 она проходит специальную обработку термобработку суть этой термобработки мы не скажем но идея выпустить именно такие ножи появилась тогда когда мы стали заниматься литым булатом и стали более подробно изучать труда носово результаты очень хорошие данные ножи из d2 будут иметь маркировку но у нас есть d2 отравленый как булат а вот термоциклированные они будут белые вот в таком виде чтобы мы не не сами не запутались не вас не путать они будут чуть дороже чем те ножи из d2 которые у нас сейчас но уже как показали испытания они на порядок лучше нож например я им сейчас тоже во все его пользую мучаю его вот по этим могу сказать то есть недостаточно доступно и не пожалейте у нее интересный состав и вот при такой обработке и она дает максимальный результат это вот такой скажем тоже небольшой анонс ближайшее время появится наш контракт магазинах рус дамаска русбулат заказывайте не пожалеете ну и конечно я хотел бы рассказать про топоры фильм один мы делали про топоры можно сказать два то есть все все начиналось первый топор там когда строили шалаш ну там все это у нас топор был достаточно удачный затем вышел фильм где мы вот эти два топора скажем так презентовали это турист шикарный топор сегодня покажу в работе заготовки веников вот и топор для валки деревьев лесоруб называется длинный рукоять для валки дерево куда может быть он ну может быть в вездеходе лежать в лодке в машине ну наверное так-то таскать в руках достаточно тяжело если как использовать как охотничий топор при пеших переходах хотя удобство валки дерево для ночлега это может все компенсировать но как бы есть разные способы ношения топора это сзади как бы специальный карман на курсе чьется у некоторых народов севера ну вот это такой специфический топор достаточно ну и вот топор уже который скажем так уже зауявла популярность его начали заказывать вот буквально вот он то есть вот он скованный заканчивается будет присаживаться присаживаться будет вот обратить внимание как идет термообработка вот здесь видно света побежалости вот топор реально звенит хотя он еще нет не до отделанный длинный звон говорит о том что на топоре нет трещин вот такой вот топорик вот модель тоже вот она сейчас будет присаживаться это форма старинного топора старинного топора ну мы его назовем руси это форма старорусского топора они все делали вот именно вот его взяли можно сказать форму взяли с музея чуть позже покажу эти топоры в работе и сборе пока так анонс ну вот топор это почти то же самое но он побольше мы его называем универсальный потому что для туризма он очень удобной формы вот это это вот тоже самое да но он уже будет мне уже будет побольше топорище он сам себе потяжелее и этот топор для бытовых работ это дома что-то поделать ну опять же взять с собой поход но это нужно понимать что его лучше возить чем носить все таки такой топор тяжелый так такой вот топор охотничий если быть точным большой охотничий то есть здесь чем фишка топор достаточно такой массивный тяжелый и рассчитан узкое лезвие рассчитан для валки деревьев для ночевки в лесу топорище будет меньше чем у этого и по весу он будет легче вот этого топора но тем не менее для допустим людей кто занимается в тайге на промысле скажем пушкины занимается при длительных переходах если возникла необходимость ночевать в лесу вот для них рассчитан такой топор ну и естественно этот топор также можно будет и в машине возить и дома использовать вот модель охотничий ну и вот такой вот топорик тоже называется старорусский это такой топор такой формы было достаточно много топоров и примерно даже такой формы даже бы его топоры были только они меньше все эти топоры полные вручную нашим мастером кузнецом Леонидом Васильевым все они имеют два клейма вот это клеймо Лени и вот это клеймо Русский Буа марку стали мы сейчас не разглашаем потому что господа конкуренты достали копировать пол беды если бы копировали сталь они копируют название у них все что угодно но если в Русском Булате есть такая марка стали значит она будет в парах других производителей ну написано будет что такая сталь по факту ее всего скорее не будет но это я отступление говорю то есть я объясню почему я не декларирую марку стали купите можете убедиться то есть сталь здесь это вот вообще как орган а вот это топор купленный в хозяйственном магазине вачи труб как бы совершенно без претензий компании выпускающие вот эти вещи потому что вместе с черенком он стоит 350 рублей потом за эти деньги обижаться мне не надо замечательная вещь ну это не сравнивать я понимаю я так к слову для чего я взял этот топор дело в том что сейчас вот данные топоры многие компании используют как заготовку то есть они его покупают и кто-то оттягивает его скажем переколывает перекаливает кто-то просто делает какую-то декоративную обработку обтачивать его красиво потому что самое трудное в топоре это вот эта вот дырка она здесь есть то есть вот вот она взята за основу и все остальное делается из нее в принципе я еще раз я уже говорил про это я не говорю что такие топоры плохие они получаются хорошие потому что все таки заготовка она не совсем дерьмо она нормальная если ее правильно немножко тянуть закалить в принципе нормально будет другое дело надо понимать что она все таки посредственная эта заготовка на нее применяется марка стали учитывая цену вот все если учесть то есть не самое лучшее и вот поэтому мы делаем топоры кованые совершенно из другой стали от и до и на самом деле очень просто узнать топор перекованный или переточенный из вашей из вашего топора за 350 рублей потому что что там написано там всевозможные там пишут там трехслойные стали там хвг плюс углерод ну я не буду про это говорить больше написать можно все что угодно но отличить очень просто у всех топоров которые сделаны из ваш труд у них будет вот такая вот форма дырки она сюда острая вот снаружи он может быть хоть золотом обделанный он будет совершенно не поход но от дырки никто никуда не денется и вот для сравнения вот это отверстие оно овальное то же самое то же самое вот на топоре отверстие оно тоже совершенно другое то есть если вы хотите определить скован топор вручную или вам катят по ушам то вот это уже уже не спутаешь они имеют совершенно другие отверстия и это не только у нас это у всех мастеров кто топоры делает от и до возьмем кстати того же резкунова того же артемьева да там который топорами занимаются у них у всех дырки вот эти они оригинальные если дырка имеет вот такую форму а это очень просто они стандартные они только могут отличаться от размера топора решили вы купить где-то на выставке хороший топор делайте очень просто берете вот такой топор ну 350 рублей он стоит подходите достаете вот берете сразу смотрите ага все понятно и вам сразу будет понятно то есть обманывают вас или нет да и просто человеку будет достаточно приятно иметь скажем так топор полностью сделан сейчас самое время изготавливать веники я уже про это снимал фильм но чтобы вы знали пока растет листочек вот пока не растут то есть вот эти кончики ветки вот этот вот кончик веника да там кончик веточки он еще зеленый и листочки еще еще такие вот они вот еще молодые даже по цвету вот большой листок например скажем так где-то через месяц уже все вся веточка будет вот такая и листок будет уже темный и вегетационные вот это вот процессы они прекратятся и веник не будет в нем не будет столько полезного поэтому сейчас самое время ну и вот я естественно не буду там скажем вот около березы растут два маленьких горелок которые кроме того с ней мешаются больше никакой пользы вот изумительно в принципе я это делал тяпкой сейчас я делаю топориком но вот все равно по ощущениям несмотря на то что это мой любимый топор тяпкой заготавливать веник удобнее посмотрите у нас на канале там есть подробные видео года три назад я выкладывал именно тяпкой потому что тяпкой вот именно когда ветки срубаешь все таки топор а вот тяпкой он такой удар как шашка идет как сабли то есть он широкая плоскость она более скажем так легкая и для этих целей более удобные дровишко наколоть вот этим срубить каких-то колышевых ну да а вот именно для некоторых работ все таки одно другого не заменит ну ладно до скорых встреч до свидания